Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Если вы хотите остаться в такой церкви, вам придется уважать власть пастыря и его решения. Он лидер этой церкви. И вам необходимо уважать это. Но если вы искренне верите, что это важнейшая часть вашей жизни пророчества, что они должны быть и высвобождаться, тогда ищите церковь, которая принимает пророков и пророчествующих. Но вы не можете прийти в чью-либо церковь и говорить пастырю, во что он должен верить и как он должен делать. Вы, конечно, можете говорить о том, что понимаете. И вы можете сказать, я верю в это и почему вы в это верите. Но вы не можете заставлять пастыря делать то, что вы хотите. Поэтому если видение церкви не совпадает с тем, что важно для вас, и вы считаете, что это важная часть вашей жизни, вы хотите в этом двигаться, тогда найдите ту церковь, которая совпадает с вашими видениями. Или вы поделились, во что верите, и объяснили, почему вы верите. И просто молитесь за него. Но не делайте проблем. Просто молитесь, чтобы эта церковь получила откровение. Если вы начинаете делать проблемы властям, вы вне Божьей защиты ходите. Даже если вы правы. Это не ваша ответственность, чтобы учить их. Имеет смысл для вас? Еще кое-что о пророчествах. Я сейчас хожу в церковь, которая не верит в пророчество. А я пророк. Но я пророчествую. Но они даже не знают, что я пророчествую. Я не говорю, сейчас я буду пророчествовать. Так говорит Господь. Я знаю, так Бог говорит. Я говорю просто очень. Слушай, у меня вот такая мысль есть. И потом я просто делюсь своей мыслью. Я пророчествую. И все счастливы. Понимаете? Понимаете? Иногда мы усложняем некоторые вещи, чем они должны быть на самом деле. Аминь. Запишите в конце урока. Вы можете точно так же делать со своими друзьями. Они могут не верить в Бога. Но Бог может вам что-то сказать про жизнь ваших друзей. Вы можете им это сказать. Просто говорите. Для этого вам не надо произносить фразу, это от Бога, так говорит Господь. Это пугает людей. По-настоящему. Это немного страшно. Это всегда меня немного пугает, когда кто-то подходит и говорит, слушай, мне Бог сказал. Слушайте, надо быть немножко помягчивым. И более смиренными. Просто сказать, слушай, у меня вот такая мысль. И может быть, эта мысль от Бога пришла, то, что я чувствую. И поделиться просто. Или я молился и очень сильно почувствовал во время молитвы вот это. Есть множество путей, которыми можно сказать слово от Господа, которое не будет пугать людей, слушающих. И также это убирает манипуляцию в сторону. Потому что люди, которые используют пророчество и прикрываются, что это слово пророчество, чтобы заставить просто людей делать то, что вы хотите. Это небезопасность есть в этом человеке. И когда мы не в безопасности и пытаемся делать, чтобы наша жизнь работала, все превращается в контроль. Другими словами, чем больше я смогу проконтролировать, тем более безопасным я себя буду чувствовать. Это не значит, что человек очень плохой, который так пытается делать. А говорит всего лишь о чувстве небезопасности в этом, который прикрывается пророчествами, и о куче страха, который он имеет. Поэтому чем больше контроля они пытаются иметь в своей жизни, тем больше они просто обеспечивают себе безопасность. Но вот в чем проблема. Если я позволю им практиковать этот контроль, это будет кормить монстра. И они будут хотеть только больше контроля и еще больше контроля. А потом захотят что-то еще. Понимаете? Потому что чувство небезопасности не уйдет из них, если вы будете просто продолжать кормить их контролем и давать им контролировать все больше и больше. И вы можете реально увидеть людей, которые используют пророчества, чтобы иметь контроль в жизни, манипулируют этим, то вы увидите их небезопасность, незащищенность в очень многих ситуациях в их жизни и областях. Когда люди вот такие, не имеют чувство безопасности, нам надо любить их. Нам надо быть добрыми к ним. И не говорить, а, ты плохой. Но вы не должны делать то, что они вам диктуют. Вы не должны им позволить говорить, вот так церковь должна делать, или вот так вы должны делать. Вы можете говорить это. Но если вы говорите или позволяете им это, то дальше вы должны разрешить им дальше делать и позволять. Но если это настоящее пророчество, ты вышел, высвободил его, ангелы поют. Вы высвобождаете пророчество, и дальше вы садитесь и утираете руки. Дальше не ваша ответственность, как все произойдет. Отвечает это на ваши вопросы? Кто спрашивал, вы поняли? It's okay? All right. Okay, so let's talk a little bit more about adoption. So here are the points of adoption. И вот точки, пункты. For us to receive the Father Heart of God, first we have to understand we've been adopted. Чтобы нам понимать сердце Божье, отцовское, нам необходимо первое осознать, что нас удочерили, усыновили. Первое, вы были желанны. Мы вчера об этом говорили. Вы желанны. Второе, вас приняли. Вы приняты. Смотрите, есть разница. Вас желали, вы появились. А второе, вас приняли не то, какими вы должны быть, не то, какими вы станете в будущем, а вас приняли такими, какие вы есть сегодня. Поэтому отцовское сердце, оно говорит, я принимаю тебя сегодня таким, какой ты есть, а не таким, каким ты станешь в будущем. И это приносит невероятный мир в сердце. И вы выдохнуть можете, что все в порядке. Вы более важны для него, чем что-либо другое. Это означает, что вы приняты. Третье, вы избраны. И быть избранным, это значит, что для этого избрания была цель. Для каждого в вашей жизни есть цель и предназначение. И каждый из нас был создан по уникальному дизайну. Поэтому, если вы уникальны, уникальный дизайн, значит, и уникальная цель для вашей жизни. Аминь? Она может быть похожа на жизнь и призвание кого-то другого, но они никогда не будут в точности одинаковыми. Я работал с человеком Джон Даусоном. И он пророк. И он мне всегда говорил, что я пророк. Я не особо ему верил. Потому что я видел много разных других пророков и понимал, что я не похож на них. И я не особо хотел быть, как они. Понимаете? Потому что я думал, если мне надо быть пророком, мне придется выглядеть, как ты, а я особо так не хочу. Правда? Мне придется тогда быть супердуховным человеком. И выглядеть странно. Многие разы, пророками, они довольно странные, даже в Библе. Многие пророки, даже в Библии, странные люди были. Не хочу быть странным, хочу быть нормальным. Я хочу быть собой. Слышите, что я вам говорю? Вы всегда будете отличаться от кого-то другого. И вас Бог избрал с вашим уникальным дизайном. И самое большое решает цель нашей жизни это разобраться, кто я такой. И следовать. И в сентябре мне будет 60 в этом году. И даже в последний год предыдущий я еще больше осознал, кто я такой. И мне нравится это. Это не значит, вот когда тебе 20, ты все вот выучил о себе. Но по-другому с Господом, когда вы проживаете с Ним, вы каждый раз узнаете еще больше о себе. И это интересно, проживать свою жизнь и каждый год все больше и больше о себе самом. узнавать. И факт заключается вот в чем. Чем больше мы принимаем любовь Отца, тем более свободными мы становимся. Чем больше свободным ты становишься, тем больше самим собой ты и становишься. Иногда мы сами строим коробку вокруг своей жизни. И мы говорим, я вот это, и я не так. Но Бог-Отец начинает говорить к вам. Но вы даже не распознаете Его голос. И вы можете подумать, о, это не может быть правда, это не могу быть я. Поэтому, когда Джон Даусон говорил мне, что я пророк, я не особо в это верил, и говорил, да не, не правда. Он говорил мне это много лет, а я Ему не верил. Поэтому часть, кем Бог мне предназначил быть, я сам отталкивал от себя. Много, очень много раз я получал что-то от Бога и никому ничего не говорил. потому что я не был уверенным. То есть, я был уверенным в каком-то одном пути, но вот в этом не был уверен. Увидите, что я пытаюсь говорить вам о принятии Божьей любви? Чем больше вы чувствуете себя любимыми, тем более вы свободны. И тогда вас больше не будет заботить, что другие о вас думают. Вы просто больше станете самим собой и начнете делать, что должны, и это станет естественным. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому нам необходимо принимать Божью любовь. Чем больше вы исследуете, кто вы, кем вы являетесь, тем счастливее вы станете. Это правда. Больше радости будете иметь, больше покоя будете иметь. А, так вот, каков я на самом деле. И я не живу от доказательств других людей, знаете, от подтверждения, что мне кто-то должен подтвердить из людей. Поэтому хочу и ободрить вас всех, но и особенно женщин. Используйте те дары, которые Бог вам дал. Никто вас не должен остановить от делания добра и хорошего. Правильно? Никто не должен остановить, никто не может. Позвольте Богу использовать вас. Он хочет использовать вас. пастор Оллен является Авраамом для этого служения здесь в Украине и для многих других служений по всему миру. И многие его духовные дети являются лучшими учителями, чем он. Лучше в одной сфере, в другой сфере. Но это его не останавливает быть им. Понимаете? Он знает, кем он является, кто он. Он просто хочет быть самим собой. И под его лидерством Бог высвободил очень многих людей. и на самом деле он один из самых великих людей нашего времени. Но два человека, которые больше всего посвятили себя в его рост и воспитание духовное, были женщины две. У которых было такое служение путешествующих. Они были проповедниками сильными. Женщины, две женщины повлияли на его жизнь. Ты можешь быть хорошим проповедником как женщина. Просто имей правильные взаимоотношения с мужчинами. И это очень просто. Слышите, что вам говорю? Все просто. Джои Досон was the name of one of the women. Она написала очень много книг. Их можно найти в интернете. И она была пророческий учитель, пророчествующий. И я помню мой первый год в библейской школе в 1975 году. Она была одним из ключевых учителей. Она вообще мама вот этого моего друга, который пророк Джон Досон, и который мне говорил, что я пророк. И Джон он такой очень приятный человек. А его мама такая прямо линейная. Мы ее всегда боялись. Потому что у нее действительно могло быть слово от Господа для тебя. И она никогда не улыбалась. Она просто так высвобождала и все. Но она была великой женщиной. Но была это ее личность, ее вот сущность. И она путешествовала по всему миру. И она на самом деле была мамой, которая начала всемирное молитвенное служение, которое по всему миру распространилось. она невероятно уважаемый человек. А ее муж был тихий, спокойный пастырь. И Джон, вот мой друг говорил, моего отца всегда на конференциях спрашивали, ты сегодня будешь проповедовать? Он никогда не говорил на конференциях. Но его супруга Джой брала весь кислород в комнате. Она его забирала просто. И Джон говорит, вот что мой отец всегда отвечал. Если у вас есть хорошая собака, зачем вам самому лаять? Поняли? Он понимал и осознавал, что у его супруги гораздо больший и лучший дар учителя, чем у него. И он позволял своей жене лаять. Но он был лидером семьи. главным семье. И это было правильным образом. Если вы женаты, и у вашей супруги великие дары, это не делает вас меньшим лидером, если вы позволяете ей развиваться в ее дарах. Вы просто поблагодарите Бога, что у вас такая одарованная жена. Но он был настоящим пастырем. И это был его дар. Он ободрял людей, он сидел пил с ними кофе, консультировал. А она была пророком, шла и рубила. Женщины, вы понимаете, что я вам говорю? Не сражайтесь за ваше место, иначе вы просто будете сражаться. Используйте свои духовные дары. И имейте правильное отношение по отношению к мужчинам. И Бог тогда будет открывать для вас двери. Он будет использовать вас таким образом, в которых у вас есть призвание. Мы сами себе все усложняем. Потому что у нас часто неправильное понимание и отношения. И потом люди перестают видеть ваши дары внутри вас, а начинают видеть только ваши отношения. и поведения. Аминь. Итак, вы все были избраны. И Бог говорит, я изолью от Духа на что? На всякую плоть, на мужчин, женщин и на детей. Скажите Аллилуйя. Когда Дух Святой сходит на вас, вы идете и делаете то, что он призывает вас делать, и слава Богу, использованы Богом. Но сердце отцовское Божье, оно создавало семью. И у нас в ней разные роли. Но на самом деле правильное понимание своих ролей высвобождает женщин, а не контролирует их. Аминь. Можете это увидеть? Это работает, это замечательно. И это то, что я говорю про Украину. Бог послал меня сейчас в эту поездку и сказал для женщин Украины, скажи им, что пришло время двигаться. Он хочет вас использовать. Он хочет делать великое через вас. Позвольте Богу сделать великое через вас. Уважайте мужей, уважайте власти в общинах и в церквях. Это не значит, что Бог перестал мужчин использовать. Но это никогда не было проблемой. Использование мужчин Богом никогда не было вопросом. Никогда не было проблемой для мужчины, если у него есть дар, найти путь каким-нибудь использовать свой дар. Но проблема заключилась в том, что в свои головы мы вбили такую идею. И решили, что всегда так будет и только мужчин Бог будет использовать. Как Бог может поменять? Он начнет вам говорить новое о вас сами. И он начнет говорить, послушай, вот каков ты на самом деле. Ты не Симон и не Петр. Ты не Савл, ты Павел. Поняли? Поняли? Ты have identity and he says, no, that's not your identity, I give you a new identity. Он говорит, да, у тебя была идентичность, личность, сущность, но я даю тебе новую. Otherwise, you get stuck. Иначе вы можете просто застрять. And that's what I'm saying to you as women. You've been stuck. Right? You're a car that has its tires in the mud and you're sitting in the same place. And God is saying, I want to do great things through you. And you say, well, no, I can't because I'm a woman. And God says, I'm not saying that. God saying, you can do it. great things. Do great things. But have a right relationship with men. But it's that simple. It's all about the heart. And if you have a submissive heart, God will bless you. Even when we as men are wrong. When you bless and don't curse, God will teach us as men when we're wrong. He can do that. God's big enough. God is big enough. He's smart enough. Right? It's the same in your marriage. you can't make your wife change and you can't as a wife make your husband change. It's not possible. You can't change your wife and you can't change your wife and you can't It's the same in the church. You can't make people change. But if you have a right attitude and you pray and you says Hallelujah I'm going to do something. But if you have a bad attitude and God says well I can't do anything. You want to change your wife? You want to change your husband? That's how you change them. That's how you change them. You bless them. You pray. You get your heart right. You get your heart right. And the more you get your own heart right God works on them. And the more you get your heart right God works on them. That's how it works. You can't change anybody. You can't change All right. Good. Okay. So you're chosen. So you're chosen. One you're wanted. So one you're wanted. Two you're accepted. Two you're accepted. Three you're chosen. Three you're chosen. And four you become God's children. Four you become God's children. You become his children. You become his children. I have four grand sons now. Now let me tell you something. Let me tell you something. I love my children. I love my children. But I really love my grandchildren. I did not expect this. I did not expect this. I thought it would be just the same. I thought it would be just the same. Because I really do love my children. I really do love my children. But then I got grandchildren. And something happened in me like And it's almost like you get drunk. Right? It's like You can do anything and it's okay. And sometimes my son looks at me and he has a grumpy look on his face. Right? Because he's telling his son No, don't do this. It's not good. I'm like It's okay. It's not a problem. You have become God's children. So he enjoys you. Write that down. You put a smile on his face. Sometimes your behavior is not correct. He still loves you. Sometimes I think he laughs at you. Right? You silly child. You keep doing that. You're going to learn the hard way. But the difficult way You go, I want to put my hand in the fire. I want to put my hand in the fire. I say, okay. Put your hand in the fire. You do it one time. You won't do it two times. Right? I think sometimes that's how God is with us. Иногда я думаю, что так же Бог позволяет в нашей жизни чему-то происходить. But if we had earthly fathers or authority figures that were real, you know, like this. земные отцы и земные отцы и земная власть, которая была в любых сферах нашей жизни была жесткой или очень строгой, потому что ихнии отцы такими были, тогда мы начинаем думать, что и Бог такой. And so on an emotional level we feel far away from God. Поэтому на эмоциональном уровне мы чувствуем огромную дистанцию между собой и Богом. But like my grandsons, they know that I enjoy them. Они знают, что я люблю проводить с ними время. Что иногда они прямо напротив меня делают глупости и какие-то вообще неправильные вещи. Because they know no matter what I'm going to laugh at them and be happy. Что не важно, что они вытворят, я посмеюсь с них и все равно буду любить их. Точно так же с Богом. Чем больше вы чувствуете себя расслабленными с Богом, тем больше вы чувствуете между вами близость между вами и Богом, тем больше вы можете приблизиться к Нему, тем больше вы уважаете Его, тем больше вы хотите удовлетворить Его, порадовать Его. Тем больше вы хотите расти, чтобы Он гордился вами. Понимаете? Вот как мы должны расти. Это не вопрос всегда делать только то, что правильно. Но Бог хочет завоевать, захватить ваше сердце. И когда Он захватывает все ваше сердце, тогда все другое становится легче. Но если у нас в жизни была жесткая или тяжелая власть, люди, власти над нами, то мы думаем, что и Бог Он жестокий или жесткий. Но даже добрый отец периодически дисциплинирует своих детей. Поэтому я позволяю моему сыну дисциплинировать внуков. Поэтому это привилегия быть дедушкой, не ругать внуков. Мы построили такой дом, что у нас разные входы, оно как бы отдельно, но мы живем вместе. И он живет наверху, а мы живем внизу. И из четверых мои двое внуков живут прямо надо мной. Но им не позволено приходить ко мне и спускаться там, где я живу, пока они не узнают код на сегодняшний день. Они еще не знают, как читать и писать. Поэтому кодом доступ к дому всегда является буква, которую мы учим на этой неделе с ними. Потому что они любят пробираться ко мне, бегать, шутить, кувыркаться, смеяться и смотреть, как это вызывает улыбки на моем лице. Конфетки есть у тебя сегодня, дедушка? А лакрица есть у тебя вкусненькая сегодня? А я говорю, а какой пароль сегодня? О, не знаю пароля. Я говорю, вперед, возвращайся, откуда пришел. Потому что папа с мамой тебя продисциплинируют. О, да, да. Убегают, и через пару минут прибегают и говорят, это буква М, это... У нас это П, понедельник. Я говорю, ну ладно, можешь остаться у меня. Такие Бог хочет, чтобы мы имели с Ним взаимоотношения. Когда мы чувствуем безопасность себя с Ним. Когда мы знаем, что мы Его дети. И даже, когда мы падаем или ошибаемся, мы можем прибежать к Нему. Не убегать от Него. То, чему мы научились с вами, это убегать от Него, когда мы ошибаемся. Прятаться. Стыдиться. Это то, что с Адамом и Евой произошло. Бог каждый день приходил к Ним на прогулку в вечернюю. Где вы? Кто из вас так делал? Кто прятался, убегал? Потому что мы думали, Бог будет злиться на нас. Он будет злиться на нас. Он будет злиться на нас. Поэтому мы прятались. Но это не отцовское сердце Бога. Он может продисциплинировать вас. Он может вас чему-то научить, преподнести урок. Но Он все еще хочет оставаться с вами, все так же проводить время и любить. И Его любовь та же. Следующее. Вы принимаете новое имя. Итак, вы желанны. Второе. Вы приняты. Вы избраны. Вы стали Божьими детьми. И пятое. Вы получаете новое имя. И после перерыва мы об этом поговорим. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok